Здравствуй, друг мой! С тобой опять Садриди. Продолжаем нашу беседу на паркинге. Сегодня я хочу поговорить с тобой о работе, которая приходит в себя по душе. Как найти такую работу? Обычно, когда человек ищет работу и идет на интервью к работодателю, работодатель хочет видеть в нем всегда молодого, исполнительного и чтобы он желательно не перечил ни в чем. И мог работать сверхурочно еще за ту же плату. Это очень выгодно работодателю. А соискатель ищет такую работу, желательно не пыльную, чтобы можно было при необходимости уйти с работы по своим делам, чтобы хорошо платили. Ну и другие остальные прелести, чтобы был карьерный рост еще стремительный. И вот в наше время людей, которые ищут работу больше, чем тех, которые предлагают работу. И найти работу по душе всегда трудно. Да и вообще, работа на дядю, она никогда вам не даст той выгоды, которую вы ищете. Поэтому, как найти такую работу? Надо самому создавать. Чтобы сам был себе начальником, сам был для себя подчиненным. и сам мог планировать свое время. Устанавливать график работы на свой лайт, как говорится. И время работы, чтобы сам себе мог определять. Работай сколько хочешь, зарабатывай сколько хочешь. Ну, такую работу где найти? Нет проблем. Надо создавать самому. Сейчас в сети очень много предложений. Заниматься инфобизнесом. Изучайте. Подбирайте подходящий для себя. И начинайте работать. Создавать, раскручивать свой инфобизнес. Создавать остаточный доход. И еще, чтобы у вас в дальнейшем был пассивный доход, который вам будет приносить деньги, независимо от того, работаете или не работаете. Вот это более по-современному. Надо таким делом заниматься. Так что вы смотрите. Если не получится, если не найдете, я вам подскажу. А пока всего хорошего.